всем привет сегодня будем описать вот такую картину картина у меня вышла совершенно спонтанно то есть как бы долго очень в голове держала вот собирала из разных фотографий искала очень долго попугая композицию придумала в итоге получилась мне вот такая картина я думаю что она вам понравится конечно еще можно проработать просидеть то есть это такой заключительный урок если кто-то пишет у меня в технике живописи цветов по курсу это вот одна из самых сложных работ на этом курсе для моих учеников потому что здесь есть вот как и попугай как и задний фон листья и кора деревьев и и цветы вот надеюсь что вам мой мастер-класс очень понравится и у вас получится тоже такие красивые работы я нашла фотографию такого зеленого попугая красиво так он на дереве сидит я решила чуть-чуть изменить композицию так у нас техника живописи цветов все таки тоже добавила вот это деревяшки вот деревяшка еще такую как бы лиану сзади такой тропический будет у нас мотив здесь я вот эти монстеры сделала а здесь я хочу сделать стрелец и показать как еще стрелец и делать тоже стрелец и как раз топках растут вот вы получили все распечатку склейте это у меня холст 50 на 70 сантиметров склейте как полагается все эти листики и перенесите все на холст сначала можете перенести только вот вы видите деревяшку вот это вот лиану эту лиану в принципе вообще от руки можете как-то нарисовать вот и попугая и закрасьте все вокруг черным акрилом я видео уже не стала делать как черным акрилом закрашивать я думаю вы это умеете все вот после этого распечатки уже перенесите белым карандашом я взяла любой какой-то светлый карандаш или мелок вот эти вот контуры монстеры почему потому что лучше конечно их вырисовать по шаблону скажем так потому что от руки у них форма немножко такая не необычная простая а вот и вот здесь тоже стрелится где-то карандашо ну на белом она видна а где то вот но здесь можно же видно принципе простой карандаш принято действительно же видно где вы меня простым карандашом оброски делала вот эти пальмы в принципе здесь какие то но ты уже от руки можно будет сделать их вообще принципе не обязательно и так просто бессина композицию составляла как я хочу сделать. В общем, снизу у нас будут эти стрелицы, монстеры, здесь какие-то пальмочки сзади. Вот. Почему монстеры сразу я не сделала, оставила белым, потому что они у нас всё-таки на заднем фоне, и листья у монстеры должны быть тёмные. Поэтому они сначала чёрным, а потом сейчас мы их вот зелёным покроем. И контуры сейчас вокруг дерева. Коричневым мы закрасим акрилом тоже дальше. Это я уже вам покажу. Вот. Сейчас я пущу холост и начнём вот сначала коричневым коричневым в наше дерево. Структурой. Коричневым, тёмным, мы потом ещё будем прорабатывать. Но лучше сначала затемнить. Акрилом легче будет тогда. Вот я взяла какие-то у меня как-то палитра была. Вот я взяла чёрную краску. Вот такая коричневая у меня. То что? Даже не написано. А нет. Умбра. Умбра. Жённая. Ну тут любую коричневую, потому что в принципе не особенно важно. Там охра. Какой-то белый или бежевый. Потому что мы маслом будем всё равно этот ствол ещё раз сделать. Надеюсь, что это... Мне уже сейчас нравится моя композиция, честно сказать. Надеюсь, что картина у нас очень красивая получится. Так. И давайте вот начнём сверху. Свет у нас в этой картины вот попугая мы видим идёт слева, потому что вот здесь вот освечивается, здесь тень идёт вот вправо. Значит, дерево у нас будет реально идти вот это дерево светлее с левой стороны. С правой стороны уже в более тёмное будет уходить. Вот. Ну, возьмой там коричневый, там охру, бежевый. Ну, я сговорю, это не особенно там ещё важно. Главное, чтобы у нас был вот контраст с чёрным. Мы видим, что дерево у нас светлее, чем фон. Это у меня акрил. Ещё раз напоминаю. Работа такая очень, честно сказать, трудоёмкая, но с другой стороны она такая должна быть очень эффектная. Вот как я её себе представляю в голове пока. То есть я до этого не рисовала попугаев так, а вот что-то мне захотелось имя такого тоже тропического. У Дженгенса есть какие-то там попугаи, но просто на светлом фоне у меня даже видео нету, я даже не смотрела, как он там их пишет. Потому что я знаю, как животных пишут другие. и птиц. А ну птиц, вот Дженгенса у меня там есть обычные птицы, мы писали обычно, но попугаи как бы на курсе, вот когда образование делала, мы не писали. ну вот зелёного пугая такого я ещё не видела. Главное у монстера вот эти вот дырочки. Вот эта сторона у нас темнее, поэтому я чуть-чуть чёрного там мешала, чтобы сделать вырезы монстера. Здесь тоже можно какие-то дырочки. я окунаю часто кистью в воду, тогда просто покрывается легче. Можно я просто себе поближе подвинусь. Аккуратно. Здесь не очень-то и всё так важно. Главное принцип понять. Потому что мы ещё это дерево, всё это будем прописывать. Чуть-чуть, конечно. Главное здесь в этой картине у нас лапугай, а не дерево. он должен выходить на передний план. И за счёт того, что я вот выбрала такую ярко-зелёную окраску и на тёмном фоне вот такая ярко-зелёная, а листья монстера, вот они как бы на заднем плане, они такие тёмные-зелёные будут. Должен получиться очень такой хороший контраст. Холст я взяла специально побольше, иначе будет маленький очень попугай. Ну и картина смотреться не будет. 50 на 70, насколько я знаю, такая распространённая очень формат в России. Так что я думаю, вы найдёте. но советую всем, конечно, побольше формат и экономить на этой картине. я работаю, круглой кистью, синтетика такая у меня. Мне нравится просто, когда вот с водой разбочена, набирает много краски, и она, видите, склеивается, то есть можно тоненькие какие-то линии, и широкие мазки делать ей. Очень удобно такими синтетиками, круглыми. Так, здесь у нас монстера тоже. У меня у самой две монстера дома растёт, теперь люблю её очень. Специально как бы решила монстеру. Так, в принципе, что я стала сейчас вырисовывать, это свет, тень, тут не особенно так важно. Главное, линию не потерять. Так, здесь вот. Как листья вы там разместите немножко, влево, вправо, это монстера, это тоже не важно. Главное, вот там в нескольких местах у меня закрыть ствол вот этот вот, чтобы не было сплошняком таким. вот здесь вот вот здесь вот он здесь у меня уже стюлица будет стюлицу тоже надо оставить белой вот здесь третий листик у нее так Ее, конечно, можно было бы и от руки нарисовать, но проблема в том, что если мы сейчас на стволе вот этот третий листик в сторону, здесь мы от руки будем рисовать, я вижу карандаш, но проблема в том, что на дереве мы будем рисовать чуть-чуть структуру, и если мы сразу сделаем дерево, а потом сверху будем рисовать эту стрелицу, то можно потерять, не потерять, а толстая будет краска и цветок, ну на вот этой коре дерева и цветок будет некрасиво смотреться, поэтому, конечно, желательно обозначить себе место, так что-то это у меня сучок. Если вы сделаете эту картину, вы потом можете любую, птицу взять, любого попугая, даже двух, я сначала тоже хотела двух, а потом еще лучше я сделаю одного, но с таким богатым фоном. Два больше всегда сможете сами сделать. Так же. Итак. И Здесь у меня тоже вот третья такая стрелеца, чуть-чуть Внутри их было три, но она как бы совсем там на заднем плане, ну что-то примерно, потому что там листья будут Подготовительная работа здесь в этой картине конечно занимает много времени, вот это вот, ну да здесь какие-то у нас листья отстрелиться, вот эта обрисовка все, вот это занимает много времени, но масла работы здесь не так уж и много, не такая уж и сложная, как вот многим может покажется. Вы уже наверное заметили, что работы по шаблонам конечно если где-то картины смотрятся конечно намного выгоднее. Так, здесь у меня еще одна. У меня есть стрелец и кстати дома тоже есть, только что-то вот я купила, они у меня отцвели, и все да и второй год, что-то надо какие-то, наверное может специальные удобрения, но больше стрелок не пускала. Может надо там в холод, как орхидеи, я не знаю, шептывать им хотя и тропические растения, чего-то не хватает, может пересадить надо весной. Это немножко так. Ок. Да. Вот это у нас такой, а здесь вот и сразу тогда обведу что это у нас будет на заднем плане лист стюля, здесь видите просто немножко конечно трудоемкая работа, ну вот акрильную работу все можете в один день сделать, а потом уже в следующий день сделать фон например или попугая, а потом фон, то есть вообще можно на несколько этапов, потому что холст все-таки большой, работы много. Такие работы вообще, если на курсе, то они вообще двудневные. Джин Гатса был тоже этот курс отдельно по животным как бы, вот и в основном все животные, а он писал такие вот картины за два дня. Ага, здесь это фон у нас. Надо отделить. Надо сделать посветлее, видите здесь у нас фон кусочек, то есть это дерево, сучок он разделен. Я сейчас сделаю просто светлым вокруг дерева, посередине черное пока будет. Смотрите. Смотрите. Фустафон мы еще синий, зеленым будем делать. Вот так. 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 entonces оставлять не оставлять белых пятен от холста. Вы когда рисуете сейчас дерево там лифон черным то есть плотненько его, кустой великое у меня окраска хорошаяỗ яone раз покрываю черным но если краска такая не сильно покрывная, высоха, когда высыхает Есть такие краски черно-акриловые, они когда высыхают какие-то серыми, если с водой еще разводишь, они сероватыми становятся. Качество такое, дешевое, не очень хорошее таких красок, тогда она будет два раза покрыть. Продолжение следует... Сверху сейчас чуть-чуть светлее сделаю, чтобы лучше было видно. Так, ну и теперь я возьму зеленую краску. Ой, это светлое очень. Вообще желательно темно-зеленую. Но вот проблема в акриловых красках, то что я не могу найти хороший зеленый цвет. Они или светлые, вот зеленые именно, или слишком светлые, или ядовитые. Сейчас я скащу, и мы покроем теперь наши цветы, монстеры зелеными. Смешивайте тогда зеленые, немножко с черным или с коричневым. Вот у меня вот такой зеленый, чуть-чуть с черным его, или с коричневым. Будет такой темно-зеленый. Нам нужен темно-зеленый. Чтобы монстеры, вот эти вот, видите, попугай и вот этот зеленый, чтобы не спорили разные зеленые тона. Мы, конечно, маслом их еще прокроем, но лучше сразу, вот видите, такой темный зеленый примерно, лучше сразу такой темный оттенок заложить у монстер. Охрая просто. Серединочку, чтобы ее не потерять. Здесь важны вот эти дырочки фона, темные. Видите, вот это то, что я оставила, черным. Вот это то, что я оставила. Видите, вот это то, что я не знаю. Продолжение следует... 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 можете даже эти свои монстры делать просто в интернете найти фотографию распечатать их несколько листиков видов разных размеров в орде и как лекала их использовал просто вырезать и свою композицию так я подхожу в голове которая здесь ярко будет поэтому здесь нужно такое зеленый приглушенную взять но я пока сейчас чуть-чуть посветлее чтобы я не потеряла линии когда буду маслом писать потому что здесь будет очень важный контраст здесь нужно уходить в тем вот этот вот листик не особенно вырисовывать дырочки чуть-чуть засветлю чтобы видно было где-то у меня вокруг дырочки чуть посветлее остальное заполнить темным вот я закончила листья монстры так снизу теперь сейчас я краплак возьму мне нужно краплак там красный какой-нибудь покрыл вот у меня краплак потому что у стрелецы у нее такие чуть-чуть зеленовато-красноватые наши эти стебельные краплочки поэтому я чуть-чуть краплака добавлю сразу фиолетового даже чуть-чуть вот краплак зеленый вот такой видите оттенок не видно на коричневом сейчас по розовее сделала практически одинаково вышла видна стебель это один это второй Здесь у меня тоже так приходит, но это мы уже маслом потом были. Это розовинка. Вот этот зеленый лист тоже зелено-красноватый они. Вот с одной стороны не зеленая, а с внутренней стороны они такие красноватые. Сделал сразу такой немножко красноватый оттенок. Вот. 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 Я думаю понятно, что это лист. Просто здесь шире сейчас пойдет, он закрывает ствол. Не длинные такие листья. Вот. 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 Ну что... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой вот листья они... Здесь будет несколько полубутонов монстеры. Ну вот они свернуты. Не полубутоны, а вот они еще как стрелки пускают. То ли листья, то ли цветок это будет еще непонятно. Мы их потом несколько сделаем. Здесь, здесь, вот это. Ну давайте сразу еще. Может еще какой-то такого плана повыше. Вот это у нас третья стрелится. Вот здесь вот эта первая, это вторая. Ага, здесь я перекрыла. Здесь должно быть три эти кривишечка. Ну вот так, здесь. Вот она. Вот так. И чтобы, наверное, сразу не потерять. Я сделала... У меня вот оранжевого нет, а не оранжевого. Я просто... А ну вот охру сейчас с краблаком и с белым смешаю. Такой розоватый. Сделала розовато-оранжевое. Я просто хочу вот здесь вот, чтобы мы не потеряли опять наши выходящие вот эти вот листики. Они будут у нас оранжевые. Ой. Ой. Продолжение следует... 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 Блики делать, там уже будем... Светлые тоже можно потом будет сделать. Так, снизу еще чуть-чуть тень. Видите, под клювом. Клюв серый, а снизу вот здесь будет еще тоже тень. Можно ее сразу чуть-чуть проложить. Продолжение следует... Вот. Теперь я возьму маркер перманентный. Ну, или тонкой кистью черной можно. Так, и... Контуры глаза. И несколько вот этих вот наших линий складочки. Ну, главное, смотрите, чтобы... Еще раз говорю, маркер был перманентный, который... От воды, от всяких там растворителей не слезает. Вот, видите, вот эти вот темные линии немножко я наметила. Ну, и все. Больше, в принципе, нам... Можно акрил уже отложить. Дать высохнуть. И начнем сейчас уже работать с масляными красками. Так, акрил у нас просох. Можно следующий этап делать на следующий день или когда хотите. В любое время. То есть... То есть можно не спешить с этой картиной. И начнем давайте следующий этап не с заднего фона, а все-таки с попугая. Почему? Потому что удобнее все-таки писать потом попугая, когда вокруг сухо, и можно рукой облокотиться спокойно где-то. Вот. Это один момент. А второй момент, почему лучше написать сначала вот этого светлого нашего попугая. Тогда мы будем видеть, когда будем писать фон, насколько темными должны быть наши листья. То есть мы можем сейчас нечаянно пересветлить наши листья, неосознанно где-то оттенить кончик, и они тогда будут спорить с цветом самого попугая. То есть лучше вначале самый светлый такой акцент нарисовать, и потом уже в затемнении сделать наши цветы. Начнем с головы сразу. Для этого, как вы видите, голова у него вот красно-розовая, у этого зеленого попугая. Для этого я взяла пока краплак, карми красный светлый, вот розовая. Если розовая нет, у петербуржеская розовая, еще раз повторяю, это всегда краплак с белым можно смешать. Голубая фацет на всякий случай, черная, белая. Для оперения все вот это, потом возьмем краски. Я не люблю сразу все краски на палитру выдавливать, чтобы они не мешали здесь зеленой краске, когда мы будем рисовать сейчас красную голову. Мы сделали, значит, кто акрилом вот эти линии, кто перманентным маркером линии контуры глаза, вот эти морщиночки и его клюв темным. Ну, начнем мы с красного, с красного хохолка этого над клювом. Хохолок, не хохолок, не знаю, лоб. Вот, и для этого сначала нам нужно взять, покрыть все, наверное, возьму даже побольше кисточку. Для попугая очень хорошо рисовать, взять или маленькие полукруглые, или круглые кисти. Вот, ну вот, например, круглые я возьму, что это мне, десяточка какая-то. Ну, главное, чтобы такой кончик был остренький у кисти. Вот, я буду работать на 50% домарного лака, 50% льняного, вы можете просто на льняном, но я люблю писать на 50-50, потому что и картина потом не так блекнет, потому что уже лак есть, уже практически будет, как бы, чуть-чуть с покрытым лаком. Уже блеск такой, и быстрее сохнет. Вот, и вот эту вот часть давайте сейчас сделаем таким тёмно-красным. Можно чуть-чуть чёрного подмешать для первого слоя. Вот я чуть-чуть прям возьму чёрного, чтобы такой тёмный краплак получился. Ой, слишком много жидкости. Холст я ничем не смачивала, то есть по сухому работу я развожу в первый слой всегда краски сейчас вот на моём составе работаю. 50% домарного лака, 50% льняного. Домарный лак, ну, то есть, вы знаете, домарный лак пахнет, конечно, немножко. Ну, так как у меня для этого отдельная комната, то есть мне, как бы, это не сильно раздражает, эти запахи. Но вы можете писать просто на масле. Ещё раз. Если у кого-то аллергия, или запахи, дети реагируют. Так, следующее. Мы возьмём, наверное, можно чуть-чуть ко мне подвинуть вот так как-нибудь. Можно с белинами тут же, эту красную с белинами, или вот эту петербуржскую розовую готовую. Но чуть-чуть так потемнее, то уже не сразу. Вот даже петербуржскую розовую можно чуть-чуть краплычка добавить, если у вас есть готовая. То есть, видите, вот эта петербуржская розовая готовая, а я уберу чуть-чуть потемнее даже. Вот если мешать самим. Чуть потемнее эту краску. Чтобы мы могли кое-где потом осветлить. Вот. И чуть-чуть намочу. Так, и вокруг глаза. Так. Всё заполняю. Я вижу сквозь краску мои чёрные линии, где я должна буду эти складочки сделать. Так что, в принципе, можно плотно увидеть прямо этот, конечно, карандаш, этот фломастер. Всё заполняю. и теперь наверно сделаем глаз я для этого возьму чуть-чуть в круглую кисть на поменьше вот за глазами тут фотография на это фотографии просто не очень виден как будто немножко сероватым даже кажется вот и как будто здесь еще один зрачок есть но как бы я уже потом на других фотографиях изучала да просто видимо так отсвечу то есть у него только вот один нету темного а в темном еще один зрачок как бы да вот смотрите другие фотографии то есть у них темное посередине светлые посередине темные то есть как бы два вот этих вот темные еще черный зрачок мне нужно точнее в принципе должен быть просто так на фотографии отсвечивает кажется как бы то здесь серый вот прошло и посередине еще черные и сделаем наверное все таки здесь тоже оттенок не очень виден здесь видно что они желтоватые глаза вокруг зрачка видно нужно желтый охру взять эти шулька одни желтые так я беру белила вместе с охрой жидкостью немножко знаешь на чем вы пишете и балконку так надо сиену давать ли фото коричневого оттенка чуть-чуть сейчас я найду коричневая чуть-чуть добавьте какого-нибудь коричневого или марс коричневого желтого или марс коричневого там свет ну какой-нибудь чтобы не было чуть просто такой желтоватый чуть-чуть коричневатый такси зрачок теперь я возьму просто вот этот вот у меня сейчас марс коричневый желтая я нашла такое коричневого ходе да а марс коричневый марс оранжево прозрачным вот это ну или сиену просто сиену надо искать и и вокруг сделаем такое коричневый контур уникалиния ведь класс маленький если холст еще меньше брать то работа будет вообще ювелирная я сейчас чуть-чуть линию растушим чтобы было потоньше изнутри это светлая краска изнутри обрезаю как бы глазик толстую линию теперь я возьму чуть чуть побольше белил вот к этой желтая чуть-чуть белила еще добавлю посветлее сделала и к зрачку к черному я сделаю светлую линию вот здесь ну может так сейчас и не видно будет вот это у нас коричневая потом вот это вот охра посветлее и вот третий как бы полукруг такой светлый с белилами и чуть-чуть растяну вот теперь я возьму черную сделаю зрачок зрачок он прям до края глаза вот тут прям на что вверх идет на фотографии видите видно вот это внизу или выше поднять видно видите линия зрачка вот с верхним контуром то есть вот здесь зрачок должен сверх с верхним контуром глаза соединиться такой закатанный глаз единственное что нужно форму помимо на дороге вот 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 Я просто чуть-чуть светлого еще вокруг добавляю. Я просто чуть-чуть светлого. Вот. 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 к верхнему, чуть побольше белого, точечка такая, а второй будет попрозрачнее, чуть-чуть посветлее, потемнее, как серовато даже, не одинаковой интенсивности белой. Просто мы поставим, вот теперь чистой кисточкой я его немножко растушую, так, верхняя чуть-чуть побольше сейчас, блик. И внизу чуть-чуть такую тоненькую линию проведу, светлую. Вот глаз можно оставить. Ну и теперь надо начать писать перья, начнем опять осветлять темно-красное и перейдем в розовое. Так, вот немножко возьмем круглой кистью акадмия, красную среднюю у меня, уже с храблоком чуть-чуть, вот, и вот эти вот перышки, сейчас посмотрим, насколько контраст не очень, можно добавить чуть-чуть оранжевого. Нам нужно немножко показать структуру перьев, то есть чуть-чуть светлее оттенок. То есть просто такими короткими мазками. Если нет, или кадми красной светлой возьмите, у меня просто нету мастер-класса кадми красной светлой, ну, можете желтого добавить. Главное, чтобы, добейтесь, чтобы немножко светлее, чем первый слой был. Оттенок, вот, чуть-чуть, чтобы такой эффект мелких перьев был. Наверх пока не заходите, и вниз тоже, то есть сделаем только центр, потому что мы должны сначала наверху немножко зеленый положить, и черный на клюве, а потом уже можем перья там сделать. То есть я до контура дохожу, но не выхожу за контуры красного. Вот, на фон черный можем. Вот здесь уже как раз-таки единичные, такие тоненькие, отстоящие как бы в сторону перышки, чтобы не было ровной, гладкой линии. Вот здесь перья должны на фон немножко такими маленькими-маленькими линиями, точечками быть. Видно? Угу. Чтобы не было гладко, потому что он все-таки такой взъерошенный. Вот. 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 Постарайтесь не потерять темные места немножко, то есть должны быть и желтые, и такие светлые, и темно-красные тоже оттеночки. Так. Ну, сейчас я, наверное, возьму все-таки и сделаю черным на растворителе. Ну, сейчас на растворителе именно, чтобы он быстрее просох. Черный. И сделаю вот эти наши линии еще кое-где, они уже такими не черными будут, потому что они с розовым будут смешиваться. Вот то, что нам надо. Ну, а на растворителе, чтобы он подсох быстренько. Потому что мы еще будем осветлять здесь тоже перья розовые, и чтобы черный цвет сильно не пачкался нам. Если у вас хорошо просвечивается черный цвет, вот этот ломастер или акрил, то можете и не наполнять, как бы еще раз, вот эти линии. Так, и вокруг нашего клюва, сверху, точно так же вот здесь, вот на растворителе. Я даю тень. Так, здесь белая линия. Посередине вот эта белая линия будет. Снизу тоже тень. Вот это просто тень. Клюв у нас вот светло-серый, а снизу, видите, вот это просто такая тень от клюва черная снизу. А клюв, он, вот он, заканчивается, вот серый. Чуть-чуть белого добавлю, и вот этот черный потихонечку можно сверху тень оставить черную, а вниз уже чуть-чуть сероватый. И немножко даже розовинки можно добавить. Розовый, белый и черный, чтобы такой теплый получился тон. На растворитель опять. Розовый, белый и черный. Чуть-чуть сейчас добавлю еще голубой фацет к этому составу, чтобы такой синевато-фиолетовый получился. Вот, и просто сюда же потянула голубой фацет. Вот черно-бело-красным добавила, вот черно-белый и розовая была. И сейчас чуть-чуть добавила голубой фацет. И плавненький, ой, плавненький переход от темного, от тени к свету. Вот здесь немножко нечаянно синие, интенсивные. Не гладко пишем. То есть нам нужно все-таки создать какую-то структуру, то есть небольшими гладкими мазками, а наоборот маленькими и короткими. То есть видите, я как бы создаю такие точечки. Здесь сверху у нас чуть посветлее будет, чем низ клюва. Вот здесь чуть-чуть побольше белил. Я сразу и здесь тоже, вот этот синеватый оттенок тоже и на правую часть клюва сделаю. Вот здесь вот, вот этот синеватый оттенок. на растворителе, чтобы он быстро подсох у нас. Всегда можете играться с вот этими свойствами масляных красок. В зависимости, на чем мы пишем. То есть на быстрое высыхание нам нужно или медленное. Это очень-очень большой плюс, что мы можем выбирать, смотря на чем писать. Это очень-очень бывает. Провестор есть сверху, Давно. Провестор есть difference? Маринющий. 木, красота. Вот здесь я осветлю практически до самого конца. А здесь уже у нас закругление, здесь уже больше в тень идёт. Вот здесь уже у нас закругление. Нам нужно отделить немножко. Здесь у нас как бы у клюва, он немножко заворачивается. Сейчас покажу. Вот здесь, видите, вот такая выемка. То есть тёмным краплак можно чуть-чуть добавить. К чёрному чуть-чуть краплака добавить, чтобы тёпло-чёрным был. И вот здесь немножко клюв вот сюда идёт. Вот так. Чуть-чуть смягчу. Вот эта светлая краска. Просто смягчаю. И сделаю пару линий, наверное, сейчас ещё немножко здесь. Здесь всё на полутонах, аккуратненько в тёмный переходим. Чтоб не было такой чёткой границы чёрного в серый. Даже вот здесь, а здесь ещё я пока не делала тёмным, ещё акрилом. Вот. Но теперь можно взять лайнер и сделать какую-то тоненькую кисточку. Несколько линий на клюве. Такие у него, как белые. Тоже можете на растворителе. Вот. Слышком пустая. И вот. Закругляется. Вот потом чуть-чуть смягчим эти линии. На такой эффект выходит, как будто камень мраморный какой-то. Вот мраморные разводы на клюве. Кажется так. Сейчас я возьму пушилочку. Или какую-то мягкую кисточку маленькую можно. Пушилочка. Чуть-чуть вот эту белую линию. Слегчу. И вот. Различные такие. Можно не белым, сейчас уже таким сероватым. То есть, видите, вот эти вот линии беленькие наши. Такой вот, как камень какой-то. Здесь просто нужно побольше этих линий разных. И потом главное их смягчить. Ну так. Продолжение следует... 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 тут на фотографии наподобие что-то языка у него вот тут розовая это не буду рисовать потому что ну как-то непонятно и будет смотреться смешно просто такой кусок розовый какой-то будет не очень гармонично просто такое замкнутый клюв так можно принципе я сейчас взяла травяную зеленую и камни средние желтая камни желтый среднем и для того чтобы нам вот вот здесь эти переходы перри за нам нужно чтобы зеленый вокруг ты немножко лежал поэтому давайте сразу я намешаем зеленые желтые не сразу такое интенсивно желтые чуть-чуть в сторону зеленого потемнее оттенок тоже можно на растворители здесь вот в этом месте чуть-чуть растворителя она же это светловато на палитре темнее смотрится вот и на растворители прям под 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 наш розовый красный цвет чуть-чуть вот здесь заполним зеленым здесь направление трех перьев вот в эту сторону то есть и линии как бы нужно нам в эту сторону чем вот теперь я помою кисть или возьмите другую и проработая наши розовые перья теперь я возьму побольше белье у маму розовому оттенку посветлее и опять таки маленькими штрижками вот между темными линиями на классном что нашла но исправлю потом глаз линия работа конечно должна быть такая аккуратненько это она будет хорошо смотреться вокруг глаза здесь посветлее можно побольше белье очень тоненько я пишу я стараюсь вот толстые эти кляксы как бы от краски тут же растушевывать видите вот я толстую положила и я ее распределяю видите вот я толстую положила и я ее распределяю между линиями добавляю белого вытираю кисть и короткими мазками и 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 этим черным линиям, как бы вписываю в перья, чтобы они не были сильно-сильно такими контрастными. Кое-где мы еще можем потом черный добавить для глубины. Добавляем. Возьму еще чуть-чуть кадми красного среднего, кое-где между розовым нужно еще кадми красный добавить. Здесь у нас тоже сверху, около глаза, побольше красного, здесь у нас тень. Возьмем наш черный, вот этот серый оттенок, который пленок писали мы. Вот здесь наденем тень немножко под зелеными, видите, тень от зеленых волос, как бы вот в этом месте у нас. не волосы, а шерсти. Перьев. Я просто вся сейчас сконцентрирована в картине. не на том, что я говорю, потому что если назвала нечаянно там перья, шерсть, то извините. не обращайте внимание. так и этой же красочкой серовато-синя-красная, да, как вот на пиаре, то есть еще раз называем черный, голова и розовый, или просто краблак, но добавляете белил потом. Вот такая серая, теплый, тепленький такой серый оттенок. Просто, просто черный и белый будет неинтересно, как бы. Чем интереснее и сложнее оттенки, состоящие из нескольких цветов, тем картина будет, конечно, интереснее. Я даже сейчас возьму поменьше кисточку и сделаю тоном еще кое-где маленькие, такие тоненькие линии. Уже совсем тоненькая кисточка, прям так. 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 старайтесь не писать всегда такими готовыми оттенками но смысле не готовыми есть конечно готовы продаются оттенки такие очень красивые уже меж намешанные а вот там красный красный только синим только небо там голубой фацет или чисто красный краплак там или кадми красные какой желтый то есть в него лучше в эти оттенки все то есть это основные цвета в них лучше добавлять еще какие-то полутона другие цвета но не таким ярким открытым цветом побольше кисточкой мне нужно здесь тоже тень по краю и цвета красивые получаются насколько это передает камера контрастный чуть-чуть я добавила вокруг чуть потемнее то есть это и тот же оттенок клюва но он перемешивается сейчас зеленым и очень так красиво выходит есть тоже немножко этот серый оттенок сейчас кое-где еще более светлых точечек прям таких света добавлю и вот вот Продолжение следует... Вот, и розовый тоже здесь немножко сверху у нас будет. Видно? Я его сейчас смягчу. Вот. 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 И вот этот контур делаем опять такими зубчиками на зеленый, на вот эта розовая красочка. То есть показываем отдельные перышки. Здесь тоже смягчаем. Снизу тоже на клюв. Вот здесь потемнее кроплачок уже наш. То есть неровную линию делаем. Как будто наши шерстиночки, волосики эти. Тут же перышки совсем маленькие, но они есть. Все делаю круглой кистью. Вот. 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 чуть-чуть к розовому оранжевого добавить и такие оранжеватые блики и такие оранжеватые блики вот ну можно остановиться на розовом сейчас еще посмотрю может даже здесь еще одну линию сделала правда здесь какую-то села чем аккуратнее пропишите здесь голову тем конечно будет поселее у вас смотреться это очень важно так что не спешите можете посидеть можете там вторым слоем даже где-то красками ложится еще что-то проработать еще более детально его сделать от этого картина только выбирает чуть-чуть оранжевого добавила сейчас я поправлю глаз эту линию вот он может выступать дальше перьями зеленым вот теперь надо заполнить таким темно зеленым оттенком сначала чтобы нас было чтобы могли потом осветлять перья более светлым опять-таки берем дровяную зеленую желтую и на растворителе первый слой на растворителе можно делать а вторым второй слой уже там на масле или можно все на масле делать я сказала чуть потемнее сейчас посмотрим на палитре может быть один оттенок а на холсте там посмотрим как да в принципе вот такой вот оттенок просто тоненько скажем так сейчас я здесь переходик сделаю это же слишком жидко много кисть много краски на кисти все подотру так так как и и и и и Вот так. Я сейчас добавлю марс коричневый, марс оранжевый. Купите, кстати, эту краску. Это вот одна из самых, да, марс оранжевый прозрачный. Я уже говорила, что я ее очень люблю. И она, ну правда, очень хорошая, во многих техниках использовалась. Можешь держать палитру, там интересуешь. Вот он марс оранжевый. Вот я к зелени добавляю к нашей, чтобы чуть-чуть такой. Просто эта краска такая, она прозрачная. И вот она не сильно интенсивная. Вот она и смешиваешь, когда с какой-то другой краской, она хорошую тень дает. Ну, просто потемнеет тень. Вот здесь уже ближе к шее. К шее клюва здесь может чуть потемнее. Так. Так. Сейчас просто по направлению роста поправлю все. Держим в сторону. Держим их в сторону. Какой красивый зеленый, яркий оттенок выходит. Как он красиво смотрится с черным фоном. Снизу здесь у нас тень от клюва. Видите? То есть я делаю то же самое. Этот зеленый и побольше коричневого. Вот это Марса. Сейчас посмотрим. Достаточно с Марсом будет темно. Или может чуть-чуть черного добавить. Но сейчас я посмотрю. Нет, достаточно темный. Просто вот побольше Марса к зелени. Вот этот соль идет. Сейчас я возьму кисточку. Повторяет как бы форму нашего клюва. Аккуратненько по краю клюва, чтобы не запортить. Вы видите, насколько удобно, когда здесь сухо. То руку можно ставить на фон. Без проблем рисовать. Если бы фон был мокрый, конечно, было бы не так удобно. Пришлось бы, наверное, лучше подождать, пока фон высох. Аккуратненько по краю. Продолжение следует... 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 Такое зеленоватое, а там уже бирюзовое, белое, но это мы уже потом сделаем, я хочу пока с зелёным цветом разобраться. Здесь у нас уже будут другие оттенки крыла. Вот, и покажу я теперь немножко тень. От рядов, прям рядами наши перья наши и от них тоже идёт тень. Вот. 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 У нас задача не стоит каждое перышко копировать. Если вы хотите скопировать прям какую-то фотографию какого-то животного один в один, то конечно туда побольше времени нужно выделить будет. У меня тоже будет такая многослойная работа. Вот. Вот. Так. Так. Теперь я возьму какую-то кисточку под труску. Чуть потяну вверх вот эти линии. Уже можно с краской чуть-чуть. растянуть тень, чтобы она помягче была и не такой просто линией одной, а просто вот такими широкими линиями. Вот. И теперь начнем осветлять сверху. Т.е. я как бы вот эту светлую часть сейчас не трогаю. Тот же наш зелёный с жёлтым только уже посветлее должен быть оттенок. Насколько светлее, то есть это уже будет зависеть от вашего первого слоя. Т.е. вы смотреть уже будете на картине насколько светлее. Если нет контраста, смотрите здесь. Вот сейчас вставлю. Ну, есть чуть-чуть у меня, да. А если... Т.е. я вижу разницу. А если вы видите, что разницы практически нет, берите ещё побольше жёлтого. т.е. 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 Теперь уже можете на масле писать, чтобы краска так быстро не сохла. Кравешек сделаю чуть-чуть посветлее, можно чуть-чуть белил добавить и делаю, вот то есть я круглую кисть мою, вот так растоптала, сделаю плоской и теперь могу тоненькие-тоненькие Видно? Боком, да? Боком, видите, вот такие тоненькие перышки делать, то есть плоско, как бы растаптываем кисть, вот она, видите, так широкая, а та плоская и желательно снизу вверх, единственное, что сейчас я начну рукой закрывать все, поэтому Можно и отсюда, конечно Но правильнее, конечно, вот от центра и, ну от зеленого и на фон идти Здесь у меня не хватает немножко полукруга Ну, мне нужно перевернуть, можно я переверну? Сейчас Вот так Как-нибудь Чтобы я края сделала Видно? Угу Как-нибудь так Мы хохолокиму торчаще И короткими мазочками Не сразу слишком светлым Они тут даже могут немножко некоторые в разные стороны торчать Если вам удобно, конечно, наверное, ну прямо рисовать, мне тоже удобнее, но тогда я должна буду холст рукой закрывать Вы пишите так, как вам удобно Если я поставила боком, то не значит, что вы тоже должны боком сейчас Так 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 Попробуйте так здесь уже у нас идет оперение видите вот глаза где-то она уже идет вот так в стороны то есть вниз я буду писать и больше желтого добавляем здесь на щечках этих то есть вот до суда примерно больше желтой чуть-чуть можно желтому оранжевую добавить чуть-чуть и и и и и и и Продолжение следует... 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 И надень теперь вот эти единичные волосики, как бы, шерстиночки. Ой, чуть-чуть тяжело. Рука уже оттекла аж. Далеко так писать на весу. Рука уже оттекла. Рука уже оттекла. Рука уже оттекла. Рука уже оттекла. Вот эти, в принципе, волосики, вот этот край можно будет потом еще подправить, потому что вам еще монстеру рисовать тут. Хотя она будет темная такая. Но потом уже, когда монстера будет, можно всегда будет, если что, их уже наверх нарисовать. Гава. Передвинь камеру, сколько щечу Гава. Так. Ты оператор. Пригуру. Гава. 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 а христи чуть-чуть принципе уху можете добавить если что желтый крест его и здесь стрюхов видите да такие свет тень свет тень то есть начали темным темные теневые линии можно сделать прям а потом сверху идем осветлять чуть-чуть так здесь у нас уже грудь пошла вот это вот отсюда идет грудь она идет перед по направлению так вниз не в сторону а вниз они немножко сильнее они не такие у нас явные то есть немножко так структуру показать чуть-чуть можно себе то а 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 и а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Нашу грудь чуть-чуть... Слегчу края... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не потеряйте контраст... Вот этот темный... Открылась грудью... Продолжение следует... 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 Чуть-чуть край засветлить. Здесь у нас уже внизу светлая краска пойдет. Вот здесь чуть-чуть край, контраст с фоном дадим. Ну и можно, то есть вот здесь заполнить уже светло-желтая, ну и с желтой с зеленым в сторону, более светлая, чем, ну то есть вот примерно как наверху. То есть первый слой точно так же можно на растворителе чуть-чуть. Так, вот тут у нас начинается крыло. Вот это у нас будет крыло, то есть вот это вот место. Сейчас я возьму маленькую кисточку. Ну, можно сделать немножко переходик, главное, вот такой вот здесь. Хоть здесь и ровная тень, такая прям как вырезанная, но вот здесь она, она все равно не как под линейку, а чуть-чуть зубчики у нее. Сейчас я затемню, побольше контраста. Вот так вот. Продолжение следует... Перья здесь у нас, вот я свал сейчас по кругу, вот как я сказала, последние движения должны быть по направлению роста волос, то есть они должны сверху вниз идти. То есть здесь они точно так же идут вот дальше, просто на них не падает... То есть вот это одни и те же перья, одна и та же грудь, ну да, чтобы было понятно, что направление тоже, просто тень так падает, то есть они не меняют направление роста. Есть такая яркая-яркая, яркий свет. Чуть-чуть опять оранжевого кое-где можно, желтый добавить. Так, а здесь у нас мягкий переход. Вот. Уже желтая краска закончилась, надо выдавливать. Вот. Чуть-чуть зелёненького. Продолжение следует. Продолжение следует. Переходим на крыло. Для крыла нам сейчас будут другие кисти. И здесь тень у нас ещё. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.